Доброе утро, мои хорошие! Я только что проснулась без макияжа абсолютно. Время сейчас 6 часов. Прикиньте, как я рано встала. У меня просто сегодня очень насыщенный день. Я сегодня иду на губы, поэтому не надо успеть снять видео, смонтировать и так далее. В общем, очень много всего до того, как я пойду делать губы. Макияж у меня уже готов. Сделала вот такой хвостик. Здесь все лаком залезала. Готовы снимать для вас мукбанг. К сожалению, этот макияж придется мне смыть, когда я буду выходить из дома, потому что я иду к косметологу и с макияжем это все дело не то. Очень жаль, потому что получилось безумно красиво во мне. Так получилось, что я закончила свои дела намного раньше и у меня был часочек, даже полтора, я успела поспать. А сейчас я уже оделась. На мне вот это длинное платье. Мне оно очень нравится, как смотрится, как подчеркивает мне фигуру. Поэтому сейчас я иду к косметологу на губы и я не буду смывать макияж. Просто влажной салфеткой там сниму просто помаду и все. Я думаю, не стоит даже снимать макияж. И спала, кстати, я с макияжем. Мама говорит, что в таком наряде я похожа на деревенскую девушку. Но мне порой вот нравится что-то такое одевать. Я очень люблю своего косметолога. И вы знаете, он мне написал в инстаграм, что, Айка, я тебе губы сделаю просто так. Я такая говорю, нет, просто так я не приду. Обычно клиент просит скидку, у нас наоборот. На это всегда мне говорит, давай я тебе сделаю бесплатно, давай я тебе сделаю в подарок. А я ей всегда говорю, что любой труд должен оплачиваться, тем более твой. Потому что ты очень с совестью хорошо делаешь свою работу, поэтому бесплатно я не хочу. И даже скидку никакую не хочу. Вот такие вот у нас отношения с косметологом, прикиньте, такие хорошие. Очень приятно, что меня окружают такие прекрасные люди. Еще раз вам покажу в лифте платье, которое мама не заценила. Я сегодня с вот этой вот сумочкой хотела взять розовую, потом передумала. И очень удобно в этом платье, оно очень женственное, длинное. Класс просто. Так как я сегодня встала очень-очень рано, у меня такое ощущение, что время где-то 5. Но на самом деле время 11. У меня такое ощущение, что весь день прошел. Но нет. Так что вставайте рано, чтобы больше всего успевать. Идти к любимому косметологу с пустыми руками не вариант. Я сначала хотела взять Рафаэлла, но потом увидела вот эту огромную просто шоколадку. Смотрите, какая прелесть. Фокусируйся. Вот. Возьмем ее. Она просто огромная. Вот если сравнивать с киндером, супер. Берем. Пока я была у косметолога, мне позвонили и сказали, что наконец-то пришел мой заказ со спортивным костюмом и вообще заказ Шейн. Я хотела снять для вас распаковку, но с таким лицом, к сожалению, думаю, будет не очень эстетично. Вот. Моя посылочка уже дома. Вроде как маленькая, да? Неужели они все сюда поместили? Мне так хочется открыть и посмотреть, что же здесь. Не знаю, может даже стоит открыть потом. Мне просто не хватило терпения ждать еще пару дней. Конечно, все показывать вам не буду. Покажу свой костюмчик, который я ждала больше всего. Это костюмчик для спорта. Здесь уже внутри есть чашечки, то есть не надо одевать лифчик. И просто обалденные лосины. Очень крутое качество. Я прям даже не ожидала. Но подробно это все буду мерить, показывать все остальные вещи в отдельном видео, которое выйдет в ближайшее время. И постараюсь быстрее снять и смонтировать. Но качество просто вау. Очень нравится. Я уже дома и могу вам рассказать о том, что я сделала. Я сделала губы. Я сделала подбородок. 1 грамм подбородок. 0,5 губы. Но у меня пока что есть отечность. Еще я сделала на лоб ботокс. Я очень давно ничего не делала с собой. Можно сказать, где-то 2 года. У меня уже все рассосалось. Сосалось губы тоже. И в последнее время мне очень хочется меняться. Становиться лучше. И в этом мне помогает мой косметолог. Доктор Най. Ссылочку на нее, кстати, я вам оставлю обязательно. Мне очень нравится, как она делает. Все получается просто отлично. Но сейчас, понятное дело, это не конечный результат. Конечно, сейчас я выгляжу ужасно. Но результат будет через пару дней. Я вам буду продолжать снимать влог. Возможно, завтра тоже. Когда уже все стабилизируется более-менее. Ну, а так меня все устраивает. Давненько я не была у косметолога. Это был, знаете, такой сеанс не совсем косметологии, но еще и психологии, так скажем. Я рассказывала про свои проблемы. Она рассказывала про свои. В общем, душой отдохнула, так скажем. Вот. Пока что все плачевно. Но так бывает всегда. И так, кто был у косметологов, тот знает. Вот. Сейчас мне нельзя смотреть вниз. Я должна полежать вот так вот. 8 часов мне ничего массировать нельзя. Ничего трогать и так далее. Вот. Так, в общем-то, все нормально. Возвращаюсь к вам спустя 2 дня. Вчера у меня все было в синяках. Поэтому я не стала для вас снимать и показывать себя в таком виде. Уже хочу показать вам с макияжем. У меня еще остались синяки. Мне не удалось их замазать. Вот так, в общем и целом, мне все нравится. Как вам мой подбородок? Пишите. Подбородок для меня, если честно, непривычный. Я не знаю, вот прям мне нравится на 100% или нет. Вот. Немножко непривычно, если честно. А так губы просто обалденные. Посмотрите, какая красивая форма. Мне очень нравится, как она делает губы. Просто вот если сравнивать всех остальных косметологов, мне кажется, красивее, чем она, губы никто не делает. Насчет ботокса, значит. У меня только лоб, да. И он еще не застыл. Как работает ботокс? Через 5 дней, где-то ориентировочно, плюс-минус, у вас больше не будет вот этих вот морщинок. То есть лоб не будет двигаться. Вот. По идее, ботокс мне делать немножко рановато. Я с вами соглашусь. Уверена, что в комментариях тоже будут писать об этом. Но мне нравится, когда у меня лоб неподвижный. А то я когда разговариваю и что-то удивляюсь, у меня всегда здесь появляются какие-то заломы. И эти заломы могут в дальнейшем привести к таким морщинам на лбу, чтобы этого не случилось. Уже сейчас я делаю совсем чуток, совсем легкого такого ботокса, чтобы сильно все не шевелилось. То есть здесь ничего нет у ботокса, только на лбу. Вот. Вроде... А, еще в Инстаграме меня спрашивали. Просто в Инстаграме я вам делилась немножко информацией. И в Инстаграме меня спрашивали, больно ли делать. Насчет губ больно, но не критично. Подбородок больнее, чем губы. Если вы делали губы, подбородок больнее. Но все терпимо. То есть у меня болевой порог достаточно высокий. Я даже когда иду на лазерную эпиляцию, мне все равно просто. Вот. Просто нужно потерпеть немножко. Красота требует жертв. Поэтому, если хотите, то чуть-чуть потерпеть, в принципе, можно. Делается это все быстро, минут 15 буквально. Вот. В этот раз мне губы было больнее, менее больнее, чем в прошлые разы. А потому что анестезия долго у меня на губах оставалась. Поэтому было не так больно. А вот подбородок я немного пострадала. Вот. Ну, а так мне все нравится. Контакты я вам оставляю. Обязательно переходите. Делайте то же. Становитесь краше. Ведь жизнь прекрасна. Нужно быть в этой жизни тоже прекрасной. Вот. На этом я завершаю это видео. Надеюсь, что оно было информативным и интересным. Если это было так, то обязательно пишите в комментариях. Пишите свои вопросы. Всех люблю. С вами была Айка. Спасибо.